Вопрос о том, в партнерстве с какими странами будет проходить главная промышленная выставка Иннопром в последующие годы, напрямую зависит от того, насколько организованно и слаженно в Свердловской области пройдет Иннопром-2015, страной-партнером которого стала Китайская Народная Республика. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвышев на втором заседании Оргкомитета по подготовке и проведению международной выставки. В работе Оргкомитета приняли участие генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господин Тянь Юнсан и консул по торгово-экономическим вопросам генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господин Ло Синь. Подготовка к выставке сегодня вступила в самую активную фазу. В этом году выставка пройдет в новом формате. Во-первых, по предложению президента России страной-партнером Иннопрома выступит Китай. Во-вторых, в рамках Иннопрома будет организовано пять специализированных тематических выставок. Глава региона отметил, что подготовка к Иннопрому-2015 вступила в самую активную фазу. В марте в Пекине состоялось заседание российско-китайской рабочей группы по подготовке участия КНР в международной промышленной выставке. Заседание прошло под председательством замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Коломанова и заместителя Министерства коммерции КНР господина Джунг Шаня. Обсуждались форматы участия организации культурной программы. Достигнута принципиальная договоренность об участии экспертного сообщества КНР в ключевых мероприятиях деловой программы выставки. Ожидается, что деловые делегации двух стран возглавят руководство стран, а в рамках выставки состоится бизнес-саммит России и Китая. Это означает, что и организационная, и содержательная часть выставки форума должна быть спланирована и подготовлена на самом высоком мое. Также Евгений Куеваша уточнил, что в Министерстве промышленности и торговли России в конце апреля-начале мая планируется провести заседание Федерального организационного комитета по подготовке и проведению иннопрома. И к этому времени мы должны подготовить и представить согласованную концепцию проведения выставок, скомпонованную деловую программу, сформировать интересные предложения по культурной программе и должны продемонстрировать максимальную степень готовности региона, города и выставочного центра к проведению мероприятия. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге в свою очередь отметил высокую готовность выставки и форума, а также профессионализм регионального оргкомитета и передал главе региона благодарность от представителей правительства и промышленников Китая за слаженную совместную работу. По уточненной информации на данный момент забронировано более 70% от общей выставочной площади. В первом павильоне разместится экспозиция страны-партнера, которая займет 7,5 тысяч квадратных метров, а также выставки машиностроения и индустриальная автоматизация. Во втором павильоне выставка технологий для городов, экспозиция регионов Российской Федерации, а также специализированный профориентационный проект «Профи». В третьем павильоне будет представлена выставка «Оптика, лазеры и медицинская техника», экспозиция «Форума промышленного дизайна», а также коммуникационная площадка GIL, в рамках которой планируется организация биржи контактов. Одну из самых больших экспозиций представит Ростех, а 20% компаний, входящих в российский ТОП «Форбс», заявились как участники Иннопрома-2015. Открытие выставки будет проходить на концертном зале «Космос» 7 июля вечером. Более двух тысяч руководителей российских и международных компаний будут приглашены к участию. У нас будет красочное шоу, это порядка около полутора часов запланированный формат. Проведение мероприятия такого формата в нашем регионе в первую очередь позволяет привлечь к нему внимание потенциальных инвесторов. Даже те предприятия, которые находятся в небольших муниципалитетах вроде нашего Артемовского городского округа и не принимающие участие в выставке гигантов индустрии, могут стать объектом внимания тех, кто готов вложить свои средства в развитие того или иного производства, поскольку могут производить сопутствующую продукцию. Однако, если отойти от тем глобальных, наверняка многим артемовцам будет по-человечески интересно побывать на выставке. Своими глазами увидеть последние технические достижения со всего мира, неожиданные инновации в той или иной сфере.